Дорогие друзья, всем добрый-добрый день! Сегодня 28 октября 2024 года. И я заканчиваю уборочку у наших малышей помета Бажены и Шамана. Деткам вчера исполнился один месяц и сегодня им 31 день. И я хочу вас с ними официально еще раз познакомить, кто является подписчиками нашего канала, телеграм-канала, ютуб-канала, ВК. Уже знакомы с этими прекрасными малышами, но, возможно, вы гость нашего канала. И как раз-таки сегодня я открою этих малышей для раннего резервирования. Что такое ранний резерв? Это щенок по более или менее на сегодняшний день сниженной цене. которое не поменяется, если щенка зарезервировать. Если щенки на момент раннего резервирования остались свободными, цена может меняться в зависимости от развития щеночка. Расскажу о каждом поподробнее. Чтобы зарезервировать щенка, я беру часть стоимости. По вашему желанию мы заключаем договор. И щенок проходит полную вакцинацию, получение документов. И только тогда сможет переехать в новый дом. На момент переезда щенки у нас полностью обработаны по графику от паразитов. Гельминтов простейших привиты. Двукратно. И вот этот помет будет иметь документы РКФ. На сегодняшний день у нас здесь 4 девочки и 3 мальчика. Многоплодный помет. Вот сидит их мама. Наша героиня Бажена. Героиня не то слово. Это дочь нашего космоса. И Жасмины. Внучка Филиппа. Соответственно, это внуки нашего космоса и Бажены. Правнуки Филиппа. А папочка наш молодой шаман, который уже зарекомендовал себя в нашем доме Костропула. Получаем замечательных красивых детей от него. Дети без явных видимых отклонений. С хорошими зубками. С ровными хвостиками. С красивыми мордашками. И поехали. Я буду их сейчас складывать. Я их уже покормила. Буду складывать их обратно в нашу загородочку. Вот где они здесь пока еще обитают. Но я чувствую, что уже скоро нам нужно переезжать в Ясли. Да, Мариника? Ты веселый хвостик. Дети очень красивых окрасов. Сейчас мы посмотрим по типу шерсти. Еще раз хочу повторить, что папа у нас длинношерстный. Мама короткошерстная, но с подшерстком. То есть вот прям не совсем супер гладкая. Поэтому бывает дети нас могут немного обмануть. Мы будем вместе с вами наблюдать. Но пока только предположения по шерсти. Учитывая в такой вязке мы можем получить и короткошерстных, и длинношерстных щенков. Мы наверное начнем с девочек. Потому что они меня здесь целуют и ляжут язычками. Это у нас шоколадная мелодия. Очень красивая девочка. И я вижу, что она короткошерстная. То есть здесь вот я вижу, что шерсть у нее не длинная. Шоколадная, красивая, курносая. По зубам тут еще рано, но зубы вылезли. Недокусов, критических перекусов я не вижу. Но я буду уложить телефон, потому что одной рукой не могу снять и заглядывать. Хороший прикус, ножницы. Хочу напомнить, что у Чихуахуа допустим по регламенту РКФ ножницы и прямой прикус. Ну здесь у нас ножнички. Но все будет еще расти, меняться. Поэтому я описываю щенка на тот день, когда я его вам показываю. Итак, девочка Мелодия Шамановна. Ранний резерв 100 тысяч рублей. Вот такая шоколадка. Поехали по девочкам дальше. Вот это что за хвост? Мариника. Мариника Лилова с белым красавицем. Наша первенница. Посмотрите, шерсти у нее достаточно много. Я пока предполагаю, что она длинношерстная. Курносая, красивенная девчонка. Так, заглянула по зубам тоже ножницы. Девочка 120 тысяч рублей. Вот такая вот красивущая красавица. Еще раз напомню, чтобы зарезервировать щенка, я беру половину стоимости. И по вашему желанию заключаем договор. И за неделю до отправки щенка в другой город щенок должен быть полностью выплачен. То есть, в принципе, получается в рассрочку. Другие рассрочки другого плана я не даю. Это все в банке, пожалуйста. То есть, щенок на момент переезда должен быть полностью выплачен. Вот такая прелесть. Так, поехали дальше. Если у вас вдруг нет возможности, вы уже точно знаете, что это ваша собака. Мы договоримся, да, по поводу оплаты. Самое главное, это, конечно, ваше утвердительное желание купить этого щенка. Задатки, залоги, как хотите их называйте, возврату не подлежат. Если вы передумали и выплатили полностью собаку, собака остается у меня. И я имею полное право ее устраивать в новую семью. Деньги не возвращаются. Поэтому ваше желание купить собаку, пожалуйста, обдумывайте. Обсуждайте со своими домашними, кто принимает решение внимательно и заранее. Так, кто у нас там где потерялся? Сейчас, секундочку. Собрала девочек, так как мы начали с девчонок. Итак, здесь у нас еще две девочки лилового окраса. Значит, одна у нас полностью лиловая и лиловая с белым. Ну, давайте начнем с Меучи, Мими, как я ее называю. Так, очень хочется передать этот невероятный окрас, но у меня немножко темнит телефон. Она светлее, чем на видео. Такая сиреневая свет у меня включен, но все равно искажает. Вот такая тоже, на мой взгляд, длинношерстная девочка. Сейчас мы попробуем сфокусировать. Сфокусироваться на ней. Очень красивая красотка. Я думаю, что длинношерстная, но мы наблюдаем вместе с вами. Стоимость девочки 120 тысяч рублей. Меучи. Мими, Мишка, ты моя. Так, садимся. Так, кого сняла в домик. Красавица, моя любимка из девочек. Красивущая. Я думаю, она короткошерстная все-таки. Полностью лилового окраса. Метель. Девочка крепкая. Еще раз напомню, на момент переезда щенки будут иметь документы РКФ. Ребят, если вы меня сейчас будете спрашивать щенков для выставок и разведения, я описываю щенков на сегодняшний день. В предыдущем помете у нас уже есть юные чемпионы России, но они были от другого папы. Здесь у нас другой папа на сегодняшний день. Здоровый, красивый, перспективный. Но говорить в месяц о выставочной карьере о весе. Вес собак Чихуахуа может разниться от мини-мини, от полутора килограммов и до четырех килограммов. Поэтому сказать, сколько собака будет весить в месяц, не может ни один уважающий себя человек. Никих обещаний я не даю. Но это просто чудо. Я думаю, надеюсь, что эта красавица, если вдруг пойдет для племенной работы, она крепкая. Это метель. Метель 120 тысяч, но возможно метель останется в нашем доме. Будем наблюдать. Потому что с прошлого помета две девчонки у меня оставлены. Я очень довольна им погоду. Шикарное то, что я хотела. Так, ну что, мальчишки. Поехали, мальчишки. Вот они, наши мальчишки. Да, да, мой красивый муслимчик. Муслим, это лиловый пацан. Слушайте, ну по типу шерсти. Я не могу сказать. Пока под вопросом. Длинношерстный или короткошерстный. 120 тысяч рублей. Крупненький такой, но на сегодняшний день грудастый. Красивущий. Муслим, чуть ли не Магомаев. Полностью лилового окраса. Подпало не вижу. Очень хочется передать еще раз. Его окрас. Он светлее. Светленький такой, красивущий. Ну, я думаю, он будет короткошерстный. Да, хвостики, самое главное, скажу, у нас веселые. И два шоколада. Два шоколадных красавца. Марс и Макс. Это у нас Марс. Я думаю, что он все-таки будет длинношерстным, как папа. И он похож. Вот это копия папы. 120 тысяч рублей. Вот такой вот бутуз невероятный. Ой, ничего не вижу, да? Курносый, красивый. Очень красивый. Ну, давайте попробуем же тебя поймать. Вот. Хоть в зеркало, хоть как. Полностью шоколадный. С волосинками на груди белого. Вот такой вот чудесный. Красивущий пацан. Вот такой вот. Да, думаю, длинношерстный. Это у нас Марс. А это у нас Макс. Макс. Ну, тоже, ребят, под вопросом. Рычит на меня эта шладкая жабака. Вот она какая шладкая. Да, думаю, длинношерстный. Но мы будем с вами наблюдать. Красавца Макса за 100 тысяч рублей. Ранний резерв. Цены могут меняться. Тетя мой, жлятки. На высоте поднимаешь, ротик открывает. Да, скажи, потому что я куда-то полетел. Похоже, что длинношерстный. 31 день. Зубы у всех детей в порядке на сегодняшний день. По возрасту. Без грыж, без заломов. Замечательные дети. На вопрос еще раз, сколько будет весить. Встанут ли уши. Мы будем смотреть вместе с вами. Будем следить за ушками. Вот такая вот. И за размером и развитие наших прекрасных малышей. Моя задача, как заводчика, полностью малышей по возрасту обработать, получить документы. Мама у нас племенная, имеет оценку отлично. Папа у нас племенной, рекомендован племенному разведению в РКФ. Имеет оценки отлично. Красивущие собаки живут в нашем доме. Еще раз, в нашем доме живет папа. В нашем доме живет мама. Вот она рядышком. Бабушка, дедушка. Космос. Космос у нас сейчас живет в городе Евпатории. Наш производитель. Питомника Костропула. И прадед Филипп живет рядышком вот здесь в комнате. Которому пошел 11 год. Дети здоровые. Проверенные по линиям. Я думаю, что они будут просто шикарны. Правда? Ты муслим? Ты муслим? Расскажи мне, ты муслим? Да. Это муслим. А вон там у нас красавица. Метель. Веселые. Смелые. Посмотрите, какие ребята. Уже замечательно кушают прикорм. И еще сосут мамочку. Всем доброго дня. И добро пожаловать за счастье. В Крым. Доставка есть по всей России за счет покупателя. Если вы живете за границей, все, конечно, обсуждаемо. Обращайтесь. Значит, еще раз, чтобы зарезервировать щенка, нужно выплатить часть стоимости. И тогда собачка будет за вами. Расти, передавать приветики, развиваться и ждать отъезда. В новый дом добро пожаловать. Обращайтесь по телефону. А мы будем стараться часто показываться вам, как мы растем и развиваемся. Всем добра. Мира. С любовью из Крыма. Субтитры сделал DimaTorzok